Выпускной «Ангелов ночи». В Краснодаре волонтёр вывернула в природу 80 летучих мышей. Девушка занимается спасением рукокрылых уже 5,5 лет. Она выхаживает больных и откармливает истощённых. А когда приходит время, отпускает на волю. Всё-таки летучие мыши – животные дикой природы. И в квартире жить им очень сложно. Таким образом, волонтёр уже спасла около тысячи особей. Ксения Галич всё расскажет подробно и покажет наших героев. С летучими мышами Олесю Шагакову жизнь свела случайно. Девушка всегда протягивала руку братьям нашим меньшим. Правда, изначально она собиралась лечить детей, а не животных. Училась на педиатра. Но когда в интернете увидела пост, то несчастной не смогла оставить больную в беде. Так и повелось. К спасительнице мышей приносят люди. Часто живность залетает в квартиры или их находят с травмами на улице. В прошлый раз, когда я встречал летучую мышь, это было нежданно залетевшее с балкона. Особей волонтёр маркирует специальными кольцами. Нужно это для учёных, которые отслеживают жизнь рукокрылых и их миграцию. Здесь у нас указано, что это страна Россия, и номер у каждой мышки свой порядковый. Если вы находите такую мышку, то есть она залетела к вам в дом, или неважно, вы, допустим, нашли погибшую мышку, или там кошка ухватила, то свяжитесь со специалистом перед этим, и мы расскажем, что делать. Для нас очень важно получать именно информацию по тому, где через некоторое время находятся мышки после выпуска. Несмотря на не слишком презентабельный вид, летучие мыши – удивительные чистюли. На умывание они тратят несколько часов в день, особенно следят за ушами. Но репутация у рукокрылых всё же не очень. Несмотря на то, что за последние 50 лет бешенцем от них заболело меньше 10 человек. Впрочем, и происхождение коронавируса доподлинно неизвестно. Летучие мыши стараются избегать людей, и уж точно первыми не нападают. Из-за того, что я сейчас скажу, многие девушки начнут завидовать этим животным. И о том, что у летучих мышей невероятно быстрый метаболизм. К примеру, манго или ягоды, они способны переварить за 20 минут. Но питаются они, конечно, насекомыми, при этом за час могут поймать больше тысячи мух, комаров, жуков. В пересчёте на человеческий вес – это около 20 пиц. Вы уже начали завидовать? Я – да. У Олеси дома мыши питаются кормовыми насекомыми. Живут в пластиковых контейнерах, а зимуют в отдельном холодильнике. Своих подопечных волонтёр души не чает. Какой ты хороший, ты лёгкий коробок. Ну что, друг? Лети! Я не так не буду лайк. На выпуск летучих мышей Олеся приглашает всех желающих. Правило только одно – при себе иметь плотные строительные или кожаные перчатки. Мне стало очень любопытно посмотреть на мышек вблизи, подержать в руках, выпустить. Поэтому пришла. А вы чем занимаетесь? Я главный бухгалтер. Поскольку работаю я в основном в офисе с цифрами, иногда хочется чего-то экзотичного. Боже, боже, десантура! Вместе с волонтёром мы выпустили на волю 80 малышей и уже подросших особей. Но дома у Олеси живут ещё больше трёхсот. Следить за акциями можно на странице социальной сети. Если позволит погода, то новый выпускной «Ангелов ночи» будет в эти выходные в городском парке. Ксения Галич, Алексей Романов, Кубань, 24, Краснодар.